Все это будет, да, являться продолжением моего, наверное, первого доклада. И опять же начну с того, что действительно, несмотря на прогресс в области диагностики и лечения, да, церебральных патологий, достаточно актуальная тема остается все-таки и в наши дни, так как все-таки сосудистые заболевания головного мозга, вы видите, да, прогрессируют и остаются одним из лидеров среди инвалидизирующих болезней, да, во всем мире, а также и повышается смертность. И, конечно же, изучение молекулярно-биохимических процессов гибели нейронов, а также и разработка новых подходов к рациональной нейропротекции, она очень и очень актуальна и на сегодняшний день вообще для всей медицины, да. И здесь задается вопрос, конечно же, что происходит на клеточном уровне. Современные представления о гибели нейронов, они, конечно же, очень многообразные. И основная концепция заключается в, опять же, активации нескольких каскад, которые приводят к нарушению энергетического метаболизма, да, как самой клетки, так и нарушению митохондриальной дисфункции, которые, опять же, активируются за счет опосредования оксида азотов и разных радикалов кислорода. И здесь очень важно посмотреть то, что есть вот такая грань, где она очень тонкая, где происходят обратимые и необратимые процессы гибели клеток. И вот именно переходя вот эту границу, вырабатываются некие и белки, и молекулы, которые действительно способствуют выработкам неких молекул, которые запускают проапоптические каскады и выводят клетку либо на смерть, либо на апоптоз. И нам очень важно понять, что эндогенные системы цитопротекции, да, они способны на, опять же, распространение процессов, которые способствуют активации неких белков, таких как цефоз, цеюн. И, опять же, с помощью опосредования этих белков, конечно же, будут вырабатываться белки, как и теплового, и холодового шока, и различные факторы, такие как целиарно-некротизирующий фактор. И здесь важно для вас рассказать, наверное, то, что есть срочные механизмы цитопротекции, которые направлены на прерывание быстрых механизмов гибели нейронов, и отдаленные, которые приводят к торможению отсроченных механизмов гибели нейронов и в дальнейшем уменьшение, отдаление последствий разных процессов ишемизации. И одним из таких важных процессов адаптации, да, мы считаем это прекондиционирование. Впервые оно было описано в 80-х годах XX века. Ишемическое прекондиционирование здесь очень важно то, что при проведении экспериментов на сердце собаки они предъявляли, то есть 4-5 эпизодов коронарной окклюзии по 4-5 минут, которые в дальнейшем показали снижение области инфорцирования при терминальной ишемии, которая длилась 45 минут, и вы видите то, что действительно вот этот участок инфорцирования, он был снижен на 70-80%. То есть это действительно говорит то, что какие-то механизмы адаптации все-таки есть, и действительно ишемическое прекондиционирование, оно существует. И было показано то, что действительно оно повышает толерантность внутренних органов, не только данного органа, да, который ишемизируется, но и отдаленных органов за счет, опять же, активации вот этих каскадных систем. И здесь очень важно то, что в основном для сердца, да, там есть как и первичное и вторичное окно, однако при исследовании, да, головного мозга стоит учитывать то, что первичное окно его может и не быть, да. И когда мы говорим о эндогенной цитопротекции, нам важно, во-первых, именно тот порог срабатывания, да, который необходим для достижения данного уровня сигнала и который позволяет клетке именно подготовиться на этот период ишемизации и который, опять же, необходим для обеспечения этого перепрограммирования и формирования самого главного, да, это цитопротекторного фенотипа. И из основных видов прикондиционирования, конечно же, мы можем сказать то, что есть их очень несколько. Во-первых, это классические методы, которые действительно сейчас уже практически используются только на… в качестве… не клинические, в качестве просто исследований, да, и клинические очень мало применимы. Также есть и дистантные прекондиционирования, опять же, они не особо доказаны, идут с разработки. И также фармакологические, которые сейчас очень активно распространяются, и, конечно же, мы очень ждем их разработок. Так, ишемическое посткондиционирование, конечно же, здесь оно основывается на том, что на участках уже ишемизированных перед реперфузией проводятся, опять же, эпизоды ишемизации. Опять же, клинически вряд ли можно сказать, что это где-то применяется. Ну и самые такие сейчас активно развивающиеся – это гипокси-гипероксические тренировки. Это когда у пациентов предельные… То есть сначала делаются гипоксические процедуры в виде снижения подачи кислорода, а потом резко даются и гипероксические, и постепенно нарастает разница между гипоксией и гипероксией периодами. Но данная технология сейчас идет активно и активно развивается. Будем ждать ее дальнейших результатов. И гипотермическое прекондиционирование, что входит сейчас активно в исследованиях. Очень важно и интересно, на самом деле, гипотермические, когда мы говорим о гипотермическом прекондиционировании, а говорить вот такой феномен, как гибернация, который состоит из комплекса типовых цитопротекторных реакций. И действительно здесь интересно, например, вот этого сурка посмотреть, то, что период вот таких гибернаций, да, уровень метаболизма, температуры тела и также частоты сердечно-сокращения частоты дыхания у него практически упадает до предельных цифр, что помогает ему выживать вот в такие периоды. Однако здесь стоит отметить то, что при выходе из этого состояния, да, все его свойства восстанавливаются примерно за два часа где-то. Что очень интересно и хотелось бы, конечно же, это экстраполировать на нас с вами. И, конечно же, это говорит нам о том, что процессы нейрогенеза все-таки в природе они существуют, да, и как-то их надо просто досконально изучить и применить на человечестве. И здесь важно, конечно же, упомянуть о молекулярных факторах протекции, которые действительно при понижении температуры способствуют выработкам, опять же, каскадных реакций, которые приводят к выработке, да, белков теплового и холодового шока. И в свою очередь они, конечно же, будут способствовать активации пролиферации. И помогать защитным, вырабатываться защитным механизмом, да, как и, можно сказать, нейропротекторным механизмом. Однако стоит отметить то, что, как я уже говорил, да, фармакологические такие исследования, они продолжаются и сейчас очень активно применяются. Не принимаются, очень активно развиваются. Это такие экспериментальные кривомедицины, которые пытаются все-таки создать некие лекарственные средства, которые будут имитировать, да, вот эти, опять же, эндогенные цитопротекторные действия. Однако здесь нельзя сказать, насколько это будет продвинуто и насколько будет эффективно, потому что вряд ли такая золотая пуля будет высполнять и способствовать, да, замещению вот этих сложных внутри органных каскадов и механизмов. И на сегодняшний день мы имеем, да, технологии терапевтической гипотермии. В основном, вы видите, да, это общая поверхностное охлаждение, которое очень сейчас часто применяется и одобрено Европейской ассоциацией по реанимации, которая применяется, да, в основном после сердечно-легочной реанимации. Здесь по циферке 2 вы видите внутривенная инвазивная гипотермия, которая может обеспечивать тоже охлаждение и способствовать, да, общему охлаждению. В основном тоже она используется как и после сердечно-легочной реанимации, так и интероперационно, да, и при различных черепно-мозговых трахмах. По циферке 3 вы видите здесь назофарингеальное, да, охлаждение или назофарингеальное гипотермия. Тоже она не очень часто так используется, но, в принципе, имеет право. И вы видите при, в основном, да, есть крайнецеребральная гипотермия и охлаждение головы и шеи, которые в основном используют при разных черепно-мозговых трахмах, да, вы видите здесь и в спортивной медицине, при американских рэкбистов, когда получают, да, какие-либо травмы в поле, можно это использовать. Ну и по циферке 6 вы можете видеть крайнецеребральную гипотермию, тоже аналогичную, как 5-6, которая используется для охлаждения кожи головного мозга. Вот, и какие же эффекты все-таки гипотермической цитопротекции можем ожидать? Это, опять же, возвращаемся к предыдущим, это срочная толерантность, то есть срочная активация, опять же, которые выявляются за счет повышения устойчивости к гипоксии и снижения, да, потребления кислорода и уменьшения образования радикальных каких-то активных радикалов, которые способствуют, опять же, самому повреждению. Ну и долговременные, на которые мы рассчитываем, это формирование именно цитопротекторного фенотипа. Однако не стоит забывать и о осложнениях, и побочных эффектов данных процедур, это депрессия кардиоваскулярная, система нарушения реологических свойств и многие-многие другие. Однако здесь мы должны понимать то, что действительно пользы, наверное, в данных ситуациях от гипотермии, наверное, больше, чем побочных эффектов, и ими можно нивелировать. И нам важно достижение, да, каких оптимальных температур мы можем достичь, чтобы действительно начали вырабатываться вот эти механизмы цитопротекции. И вы видите то, что при общем охлаждении, да, которое рекомендовано охлаждение до 32-34 градусов, оно действительно, да, снижает потребление кислорода около 30%. Однако в работах показано то, что действительно снижение ниже 32 градусов можно добиться именно развития вот этого порога и развития экспрессии вот этих ранних генов или молекул, которые будут способствовать цитопротекции. И здесь хотелось бы, опять же, упомянуть, да, крайнецеребральной гипотермии, которая действительно неплохо себя показала, и применяется данная технология в центре. Действительно, она, опять же, очень проста в использовании. Здесь, видите, аппарат, да, через который циркулирует специальная жидкость, она идет на шлем, шлем надевается на голову за счет этого, поверх него надевается термоизолирующая специальная насадка, чтобы не терялось тепло. И таким образом достигается гипотермия коры мозга до 30 градусов. И здесь очень важно, опять же, пояснить то, что действительно здесь не происходит, да, изменение, опять же, базальной температуры. Ну, опять же, здесь, наверное, оговорка, скорее всего, температура в подмышечной области, которая измерялась. И, конечно же, к этому слайду можно прокомментировать то, что действительно селективная гипотермия коры головного мозга продемонстрировала себя неплохо при острых состояниях, да, это острой церебральной патологии, которые были проведены несколько работ, которые действительно показали эффективность результатами своими, да, это снижение летальности, снижение неврологических дефицитов и снижение проведенных кое-какой дней у пациентов в остром периоде при ишемических инсультах. И, вероятно, конечно же, мы будем надеяться, что данные технологии, возможно, найдут свои применения и будут применяться в специализированных стационарных в ближайшем или отдаленном будущем. Если у вас есть вопросы... Коллеги, спасибо.